Привет! Сегодня мы будем выбирать короля компасов для эхолотов, навигационных систем и автопилотов. Этот ролик исключительно для тех, кто уже знает, что ему нужен компас, зачем и почему вопросов не возникает. А если вы хотите поумничать в комментариях на тему, нужен ли компас, вот купите себе вот такой магнитный и гуся, вот ему и сверлите мозг. Итак, условия отбора участников такие. Компас должен быть компактным моноблоком, должен иметь серийное достаточно массовое производство и быть известным среди конечных пользователей, то есть быть на слуху. Почему я обращаю на это ваше внимание? Дело в том, что к нам обратилась небольшая российская компания Расходомера Боткомпьютер. Она производит малосерийное профессиональное оборудование. Так вот, они очень хотели участвовать в данном тесте. Но так как их устройства не являются компактными и не являются моноблоками, мне пришлось отказать им. Не исключено, что в будущем я как-нибудь отдельно расскажу и о их продукции. Для понимания, в ходе подготовки к материалам я перерыл кучу источников, посетил множество телеграмм-групп, форумов, чатов и так далее. В большинстве случаев был анонимом. Провел множество опросов и выслушал кучу отзывов от реальных пользователей устройств. То есть в данном видео будут озвучены не только мои мысли и выводы, но и мнения опрошенных владельцев компасов. Другими словами, я провел титанический труд детектива, в чем далее вы сможете убедиться. И буду оценивать приборы исключительно объективно глазами потребителя. Хочу также отметить, что все компасы, участвующие в этом обзоре, на мой субъективный взгляд, имеют весьма завышенный ценник. Ну что ж, начнем. Перед нами претенденты на престол. Компас от Гармина Стэнди Каст приобретался мною лично 100 лет назад в магазине Александра Ховрина. Вектор производства Россия, прислан на обзор подписчикам Сергеем. Спасибо большое, Сергей. Сириус, тоже представитель российский, присланный на обзор подписчикам Андреем. Спасибо, Андрей. Пойнт 1 от компании Лоуренс, предоставленный на обзор магазином Александра Ховрина. И Фикспойнт, представленный двумя моделями Фикспойнт 360 и Фикспойнт GPS. Производство Беларусь, предоставленный для обзора магазином Александра Ховрина. Также будет упоминаться компас от Гармин 24 XD. По сути, это ответ Гармина Лоуренсу. Они и похожи очень, но 24 XD не такой уж популярный. Теперь давайте познакомимся с кандидатами поближе. Пожалуй, начнем с аутсайдера. Гармин Стэнди Каст. Это самый простой, но очень надежный и доступный на нашем рынке компас. И, как видите, он и самый компактный. Отлично подходит для установки на лодку ПВХ. Стильный, я бы сказал, элегантный корпус. Выполнен из очень крепкого, предположительно, АБС-пластика. Полная герметичность достигается за счет заливки влагостойким компаундом. Функционал ограничен магнитным компасом. Калибровка с графическим интерфейсом возможна только на эхолотах Гармин. Но также предусмотрена возможность базовой калибровки с эхолотами других производителей. Такая функция описана в мануале. Калибровка в руках или лабораторных условиях отсутствует. Подключение непосредственно в эхолот производителям не предусмотрено. Для прямого подключения используйте вот такой кабель. Это, по сути, переходник со встроенным терминатором и отдельным кабелем питания. Для тех, кто не в курсе, питание сети NMEA 2000 осуществляется независимо от питания головного устройства. Кстати, этот кабель даже такой дешманский, не сказать, что копеечный. Это тоже нужно учитывать. Монтаж на судне осуществляется посредством саморезов, для чего и предусмотрены вот эти не самые симпатичные ушки. При монтаже необходимо соблюдать направление судна вот этой стрелочкой. Индикации работы отсутствуют. Итак, прибор простой, и у меня он работал в связке с Лоуренс. Никаких проблем не вызывал. Разбирать его не будем, прибор залит компаундом, разборка для него обернется смертью. Но так как он очень прост, то и нет смысла в этой разборке. Далее на очереди, поинт один от Лоуренс. Это уже следующий класс навигационных приборов. В отличие от предыдущего, тут уже встроен GPS-модуль и акселерометры. Встроенный GPS-модуль особенно важен в кабинниках, так как головное устройство расположено под металлической крышей, и прием спутников ограничен или отсутствует. Также полезен, если в месте расположения головного устройства зона повышенных помех и наводок. Акселерометры необходимы для математической коррекции магнитного компаса при раскачке и различных отклонений корпуса судна, например, при волнении или дельфинировании на ходу. Наличие акселерометров также необходимо для работы автопилотов, как серьезных намаршевых двигателей, так и на базе электромоторов, так называемых GPS-якорей. Этот прибор отлично справляется со своими задачами с Сахалотами Лоуренс и Симрот. Я использую его для автопилота на базе электромотора Моторгай. С Гармином прошлого поколения тоже работает без нарицаний. Возможность проверить его работу с автопилотом на базе электромотора Гармин Форс или Кракен мне не представилось, сказать ничего не могу. А вот с Гарминами второго поколения связка с этим компасом уже не такая стабильная. Гармин начинает капризничать. Думаю, это потому, что у них теперь появился свой аналог, который и выглядит, кстати, так же. 24xd. Не стал его тащить на этот обзор, так как по сути это те же яйца, что и Point 1, только от Гармина. Кстати, 24xd производится в двух версиях. GPS 24xd для подключения к сети NMEA2000 и GPS 24xd HVS для подключения к сети 0.183. Пожалуйста, будьте внимательны и не перепутайте версию при заказе. Point 1 отлично себя зарекомендовал и уже является нитим эталоном стандартом среди любителей водомоторников. Хотя и он не без греха. Наиболее частая неисправность связана с кабелем подключения. Со временем он может стать хрупким, в результате чего в корпус начинает попадать атмосферная влага с соответствующим закисанием платы прибора и самого кабеля. Но это достаточно редкий случай. По всей стране я нашел лишь два таких. Но все же. Итак, давайте его сейчас препарируем. Что мы тут видим? Корпус разборный, влагозащита слабенькая, осуществляется вот этой маленькой прокладочкой. А если учесть вот этот клапан сброса давления, то герметичность в жестких условиях ограничена. Поэтому с обратной стороны мы наблюдаем еще одну прокладку вроде второго контура пылевлагозащиты. Аккуратная кроссплата, на которой размещена достаточно крупная антенна GPS-приемника. С обратной стороны мы видим элементы питания, GPS-приемник, акселерометры, микропроцессор. И все это залито герметиком, видимо защита от конденсата. Ранее у них были просто обильно пролаченные платы. Кабель у моделей, начиная с 2021 года, уже залит компаундом. Видимо исправляют вышеописанные косяки. И управляет всем этим уже морально устаревший микропроцессор STM32. Но для такого простого устройства вполне себе хватит. Так, хорошо. Убираем. А теперь рассмотрим следующий класс устройств и концепцию продвинутых компасов. Что я имею в виду? Дело в том, что рассмотренные нами ранее компасы имеют ограниченный функционал и настройки, ввиду чего рыболовам приходится размещать данное устройство как можно ближе к трансу, где расположен датчик эхолота. Что не всегда удобно. Для понимания. Датчик эхолота, как правило, расположен фактически за судном. На экране эхолота вы видите картинку того, что уже фактически проплыли. Если у вас отсутствует GPS-компас, то координаты объекта на экране будут смещены. Представим лодку 4,5 метра. Между головой, эхолотой и сонаром расстояние 3 метра по оси судна. И метр с лишним поперек. Координаты объекта на экране как минимум на эти погрешности и уплывут. И сейчас на берегу это кажется ерундой. Я слышал типа такой фигни. Да я зафиксирую ориентир на берегу. Хм, нет брат, найдя объект в боковом сканировании, ты не сможешь резко затормозить. А пока ставишь точку, пока тоси-боси, определить место координат на воде и рассчитать от него угол к ориентиру на берегу, визуально возможно только в фантастическом фильме. И вот подойдя к точке без компаса, карту начинает крутить. И понять, какую именно сторону нужно отложить еще и погрешность, особенно на водохранилище, где во всех направлениях на горизонте только вода. Вообще невозможно. Я как-то наблюдал за рыболовом и угорал, когда в попытках доказать мне, что компас не нужен, по итогу бросал приманку почти на 100 градусов в сторону от точки, пока я не оторжался и не показал ему на своем эхолоте, куда именно нужно бросать. Кстати, есть у нас подписчик Александр, который пользуется вот подобным магнитным компасом и выполняет запрос по азимуту. Ловкий парень, но опять же, а как при этом посчитать погрешность? А оно вам надо? Вот к чему, блин, все эти страдания? И, кстати, Александр тоже в ближайшее время намерен покупать себе хороший компас. С этим разобрались. Итак, для того, чтобы снизить погрешности, необходимо компас GPS приемником разместить как можно ближе к датчику эхолота. Но есть но. Как правило, размещение компаса в кормовой части судна сопряжено с некоторыми неудобствами. Различные неровности силовых элементов лодки. По кринолинам мы ходим ногами, и нам совсем не нужно там иметь предмет, о котором можно споткнуться. Более того, перемещая компас к корме, мы переносим чувствительный прибор в зону повышенных помех, создаваемых работой маршевого мотора. Вот и выходит, что все равно у нас даже в случае покупки дорогого компаса, такого как Point 1 или 24XD, мы получаем хоть и меньшие, но все же погрешности. И вот тут на помощь приходят интеллектуальные компасы, которые мы можем разместить практически в любую удобную для нас часть судна, где наименьшее количество помех, а затем программно внести коррекцию в расположение с точностью до сантиметра. Таким образом, вы получите идеальную навигационную систему для вашего судна. Для особо упоротых, утверждающих, что точность GPS-позиционирования малая и находится в диапазоне нескольких метров, поясню. Это информация 20-летней давности. Современные навигационные системы имеют погрешность несколько сантиметров. Вот для примера вам квадрокоптер. Пролетев несколько километров в различных направлениях, в режиме автоматического возврата, садится с точностью до нескольких сантиметров в то место, из которого взлетал. А когда производитель заявляет о точности в метрах, имеется в виду минимальная точность в сложных условиях. И не конкретного прибора, а системы GPS-позиционирования в целом. То есть, при плохом приеме спутников. Например, вблизи лэб или в плохую погоду. Ливень, град, грозу. И когда вы двигаетесь по узкой речушке вдоль высокого леса. Или на море, проходя между скал. Или на северном или там южном полюсе. Ну и, конечно, многое зависит от самого GPS-приемника. Вот, например, в маленьком смартфоне отсутствует полноценная GPS-антенна. Отсюда и малая точность позиционирования. Не, ну а как вы хотели. Чем больше приемник ловит спутников, тем точнее позиционирование. Короче, если вы слышите от кого-то, что GPS в наше время штука неточная, шлите его нахрен лесом. Итак, первым интеллектуальным компасом у нас будет Сириус. Вот так выглядит это чудовище. Для тех, у кого нет возможности смотреть обзор полностью, для экономии вашего времени скажу сразу. Это полное днище. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не покупайте Сириус. Продолжаем. Вот это вот что вообще такое? В родословной Сириуса явно прослеживается электрик. Корпус дешманская китайская электрическая распаечная коробка. Крупный, уродливый. А учитывая то, что компас всегда расположен буквально на самом видном месте, купившему это недоразумение придется позориться вот этой бомжатиной. Наверное, этим хорошо отпугивать чаек. Чтобы закрепить эту мерзость, вам придется самостоятельно его вскрыть, так как отверстия для крепежа расположены изнутри ящика Пандоры. При этом следите, чтобы при вскрытии не было брызг и повышенной влажности. Блин, а оно вам надо? Ладно, допустим, вы извращенец, который в школе бегал за страшненькими одноклассницами. И не смущает, что люди смотрят на вас, как на фрика. Хорошо. Но оказалось, невозможно пойти в магазин и купить эту хрень. Необходимо найти и связаться с неким Сергеем из Рязани. При этом нужно учесть, что орудует огромная армия мошенников. Кстати, мне попадались жертвы разводов. Итак, допустим, вы нашли того самого Астер Роджу, и тут выясняется, что у него нету компасов. Но он может вас записать в очередь, и возможно, если повезет, то месяцы через два он его соберет и вышлет вам. А в сезон он сразу предупреждает. Сроки увеличиваются в разы. А если не повезет, то может продинамить и полтора года. Я реально встретил такого заказчика. Если вы покупаете товар в магазине, то имеется куча законов, защищающих права покупателя и потребителя. И тут большой вопрос. А как Сергой из Рязани на личном уровне будет соблюдать ваши права? Как будет осуществлять гарантийное и сервисное сопровождение? Допустим, вы очень доверчивы. Ну, без лоха и жизнь плоха. Поэтому для особо доверчивых я решил проверить, а что же из себя представляет вообще этот человек. И для вас связался непосредственно с этим Сергеем. Точнее, оставил комментарий под одним из его постов. О том, что я хотел бы ознакомиться с мануалом к прибору. Это алочное животное тут же прискакало ко мне в личку и начало впаривать компас. Тогда я напрямую заявил, кто я. И предложил ему поучаствовать в этом обзоре. Причем на самом деле, Сириус на тот момент у меня уже был на руках. Я лишь хотел понять, что это за человек. Но в результате переписки выяснилось, что Сереженька представляет из себя... Чтобы не давать повода хоть как-то пожаловаться на этот ролик, переписку с этим чудом выложу в нашей телеграм-группе «Сообщество рыболовов». Ссылку на группу найдете в описании под роликом. Никаких фамилий я оставлять не буду. Ну, мало ли, в Бразилии Донов Педро. Точнее, в Рязани. И тут недалекие возразят. Да какая разница, какой он человек. Отвечаю. Если вы покупаете продукт в проверенном магазине, абсолютно не важно. Приехав в магазин непосредственно, заказав через интернет или торговую площадку, например, Авито, то в этом случае ваши права, интересы, средства защищают куча законодательств, нормативных актов и правил. То есть, если со мной человеком публичным Серго вел себя максимально неприятно, то как он будет вести в случае каких-либо разногласий, брака, спорных вопросов, ну и так далее, с каким-нибудь ваней-трактористом из Бобруйска? Или, допустим, вы сами неприятный человек, на что имеете полное право. И одному богу известно, как будет реагировать и как поступит этот хрен с горы. Точнее, из Рязани. Ладно. А если у него что-то случилось, заболел или ушел в запой, какие сроки выполнения обязательств будет? Да и вообще, зависеть от настроения и жизненных обстоятельств какого-то чушка, извините, в наше время это уже совсем слишком. Ладно. Ну, может быть, несмотря на уродливость, этот компас хороший. Ну хорошо, давайте проверим. Пока транспортная компания доставляла мне этот экземпляр, я изучал, что же он из себя представляет. И выяснилось, что это бесплатный народный проект Стросфишинга 2017 года. Разрабатывал его, если не ошибаюсь, некий чувак Ника-77, к которому присоединились многие энтузиасты, в том числе с Arduino.com. И вот наш персонаж Сережа спер и присвоил себе чужие опенсорсные разработки. Было очень много скандалов на эту тему. И этот проект, кстати, существует и по сей день. Каждый желающий может зайти по таблице, заказать комплект деталей. Как правило, это конструктор для детей, желающих ознакомиться с азами электроники и дома самостоятельно собрать. При этом стоимость такого комплекта обойдется от полутора до трех тысяч рублей. Ссылку на проект найдете в нашей телеграм-группе. А этот жлоб, краденые бесплатные народные разработки энтузиастов, паривает людям за деньги, да еще и с такой накруткой. И только в последней версии, которая у меня в руках, он хоть что-то своего привнес. А именно, всего лишь создал печатную плату, чтобы скрыть детский набор и меньше палиться. Для справки, существует масса, в том числе бесплатных программ, с помощью которых это несложно сделать даже ребенку, скажем, за час. И это все достижения. По итогам, этот проект до сих пор собран на базе контроллера STM, имеющих массу ограничений. Ну, например, по количеству доступной памяти. И при этом софт написан на Ардуино. Это языковая платформа начального детского уровня. При компиляции оставляет очень много мусора от библиотек в коде. Если для прототипа сойдет, то для коммерческого продукта связка STM и Ардуино недопустима. И нужно либо менять процессор, либо писать программное обеспечение сразу на C++, как это реализовано у Point1. То есть, Sirius это не только морально устаревшая хня, но и крайне нестабильная. Мало того, этот упырь ни разу ни в каком глазу не программист. Из этого вытекает следующая проблема. А это терминальная связь. То есть, спустя столько лет, у него не хватило ни одной извилины, чтобы написать хоть какое-то маломальское приложение или веб-интерфейс. Чтобы хоть как-то настроить или откалибровать компас, вам потребуется установить на смартфон приложение терминала. Причем именно тот терминал, который он показывает в своем видеомануале, мне не удалось установить ни с какими VPN-ками. И ладно, я программист и отчасти сисадмин. Я понимаю, каким приложением можно заменить. Но вот возвращаясь к Ване из Бобруйска, вот он знает, что такое терминальные команды и как это работает. А на кой все это ему нужно? При этом в мануале говорится о том, что нередкий случай, когда программа или связь с компасом не работает. И тогда на голубом глазу Сережа рекомендует иметь с собой на рыбалке 2-3 смартфона. На каком-нибудь точно заработает. Чего? Потребитель покупает твоего уродства, чтобы сэкономить. При этом должен закупить и таскать на рыбалку несколько смартфонов. Почем нынче смартфон? Нифига себе экономия. Далее, допустим, вас и это не остановило. Ну, психи же бывают. И вот вы на рыбалке пытаетесь откалибровать компас. При этом вам повезло, и на одном из трех смартфонов установилась связь. Далее, необходимо в терминалке внести вот такие шифровки. Чего? Как вы это запомните? И теперь спрошу еще раз. Вам зачем весь этот гемор? Скучно живется. В нашей телеграм-группе я выложу ролик по настройке Сириуса. Можете поугарать. Экономия при этом составляет меньше затрат на топливо одной рыбалки. А балда приговаривал сукаризной. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизны. Теперь об отзывах. Из реальных отзывов лишь два положительных. Первый оказался непосредственно знакомым Сереже. Второй, просто слаще морковки, в жизни ничего не видал. Остальные отзывы негативные. Теперь для тех, кто скажет мне, а где же твоя патриотичность? Это же наш, российский производитель. Никакой это не производитель. Скорее, это какой-то лупень, позорящий Россию. За два месяца подготовки этого материала я успел познакомиться со всеми возможными разработчиками и производителями подобного оборудования. В том числе профессионального. Чтобы вы понимали, Сергей из Рязани, автор этого хлама, для них является посмешищем, ставшим именем нарицательным. Все как один заявили, что он вообще не понимает, что делает. И не имеет даже малейших азов программирования. Выводы делайте сами. Короче, этот комок проблем не стоит вашего внимания. Может быть, подобный продукт несколько лет назад хоть сколько-то был бы чем-то привлекательным. Но вот точно не в наши дни. Будьте благоразумны. Не дайте себя обмануть. Не тратьте на него время и средства. И, пожалуйста, распространите этот ролик, чтобы как можно больше людей узнали правду. Выкидываем нахрен эту дрянь и убираем из списка претендентов. Следующий кандидат у нас Вектор. Честно говоря, ранее я даже не знал о существовании этого компаса. Познакомился только в ходе подготовки к этому материалу. Тоже производство России. Итак, я начал искать Вектор и с трудом нашел. Оказалось, что в магазине его тоже не купить. Поиск выдал охриллион сайтов, подделок и мошенников. Увы, но и этот компас можно заказать лишь в частном порядке непосредственно у разработчика по имени Николай. Опять 25. И при этом вас запишут в очередь. Ожидание заказа от полутора месяцев. И как в предыдущем случае, остается только гадать. Как при этом будут соблюдаться права потребителя, гарантийные сервисные сопровождения и вот это вот все. Уже можно вычеркивать этот компас из списка кандидатов. Но признаюсь, все-таки это наш, российский производитель, и я проявил маленькую предвзятость, как говорится, дать шанс. Также в куче мошенников с трудом отыскал группу разработчика. Первым делом запросил мануал устройства. Оказалось, что на момент съемки инструкции не существует, так как проект молодой, прибор еще в стадии разработки и постоянно видоизменяется. Имеется только видеомануал, снятый на мобильный телефон. Ладно. Как и в случае с Сириусом, Николай начинает мне его впаривать. Сказывай, дядя Войва, скорее. Время ожидания от полутора месяцев потом будет дольше. Классика, блин. Ладно. Как и в прошлом случае, я представился и предложил поучаствовать в обзоре. И знаете что? В отличие от Серго из Рязани, Коля оказался весьма адекватным человеком. Во-первых, он не уклонялся от состязания, но честно признался, что у него в наличии нет ни одного экземпляра. Хорошо, что мне на тот момент уже прислали образец. Во-вторых, Николай не считает себя производителем. Он признает, что в настоящий момент его прибор далек от совершенства, и он еще работает над прототипом. Впереди долгая и трудная работа. И может быть, когда-нибудь в целом нормальный, адекватный молодой человек. Итак, перед нами Вектор. Блин, снова АвтоВАЗ. Чтобы вы понимали, корпус, который у меня в руках, ничто иное, как распаечная распределительная коробка, сделанная в Китае. Как понимаю, крепление на судне осуществляется вот этими ушками. Посмотрите на то, как организован вывод кабеля питания из корпуса. Пестицид какой-то. Что удалось о нем выяснить? Этот компас может быть установлен как по классике, вот стрелочка направления, так и вверх ногами. А также под углом 90 градусов, 180 и 270. Но, если в случае Point 1 мы можем подкорректировать направление компаса, ну, например, вот с помощью такого крепления, выставив фактически под любым углом. Да хоть на планшере. Как правило, это делается так. Прикручивается, но не затягивается один винт. Подбирается нужный угол. И после регулировки и проверки на ходу, высверливается отверстие под второй винт. И окончательно затягивается. И за счет красивой формы в виде круглой шайбы, у нас в итоге все по красоте. А вот в случае с вектором, если вы размещаете его на носу лодки, имеющей, как правило, коническую форму, этот кирпич не получится установить, скажем, под углом 33 градуса. Ну, или под любой произвольный, чтобы было вдоль борта. У вас будет уродский выступающий кирпич. Эта модель именуется как вектор космо с кнопкой, самая продвинутая на данный момент. Также имеется модель без GPS-модуля, просто компас с акселерометрами. У меня в руках версия с прямым подключением к эхолоту. Шнур. Жиденький, явно уступает гарминовскому. Вот ешкин кот. Разборный разъем на винтиках. Вот посмотрите. На аналогичных разъемах на скорую руку я собрал переходник для домашних испытаний. Ну, такое себе. Хотя для самоделок и опытных образцов ладно уж сойдет. Кажется, он даже залит герметиком. Также у вектора имеются модели с прямым подключением сеть NMA2000. Давайте теперь заглянем к нему под капот. Так. Итак, что у нас тут? Пхин! Это вот что такое? Серьезно? Термоклей? Это что, детская поделка дошкольников? Ладно. Допустим. Что я вижу дальше? Кросс-плата, явно выполненная по заказу вектора. Это уже хорошо. По заверениям автора, он очень много работал над улучшением схем электропитания. И это тоже хорошо. А вот дальше самое интересное. Гляньте на эти платки. Я проконсультировался со знакомыми инженерами. Они сообщили мне, что такие массово продаются на Алибаба. Стоимость всей сборки в разы меньше стоимости деталей на ней. Потому что часть этих плат просто не прошли контроль качества, то есть отбраковка. Другая часть плат БУ. С них просто сдувается припой и массово продается на Алишке. Если к БУшным ячейкам лифтерных батарей мы уже хоть как-то привыкли, то вот это. Но Николай сам не скрывает проблемы, связанные с браком, который поступает к нему из Китая. В нашей телеграм-группе сообщества рыболов я выложил видео, в котором Николай сам рассказывает о данной проблеме. Ссылку на группу найдете в описании. Окей. А вот этот огрызок GPS-антенны, это что вообще такое? Вот вам для понимания трагедии GPS-антенны Эхолота Лоуренс. Вот на кой ляд штатную, превосходящую по характеристикам GPS-антенну Эхолота, заменять вот этим явно уступающим огрызком. И не нужно мне тут рассказывать про то, что размер не имеет значения. Посмотрите нафиг на технику военных. Далее. В отличие от Sirius, у Vector уже более серьезный процессор ESP32 и встроенный Wi-Fi-модуль. В целом у Vector неплохой софт, хотя и написан на Ардуино. Напомню, это язык начального уровня, который при компиляции оставляет очень много мусора в коде от библиотек. К счастью, микроконтроллер ESP32 не так тесен, как STM-ка у того же Sirius. Но все же опытные программисты обходят Ардуино стороной и используют аутентичный C++. Для управления используется веб-интерфейс. То есть управлять настройками компаса можно с любого устройства, на котором имеется Wi-Fi и браузер, что достаточно удобно. Кстати, на борту компаса имеется кнопка с индикацией работы, с помощью которой можно осуществить и калибровку. Но, как по мне, это клавиша какой-то пережиток прошлого. При желании можно отключить индикацию, чтобы не слепило в темное время суток. Но вот регулятора яркости светодиода явно не хватает. Имеется возможность легкого обновления прошивки. Можно вносить коррекцию расположения компаса относительно сонара. Также есть возможность калибровки в руках и на лодке. В интерфейсе имеется кнопка GPS+, после включения которой при достижении скорости в 7 км в час, синяя линия направления компаса будет сливаться с красной линией курса судна. Вообще, очень не рекомендую пользоваться этой функцией. Если бы это было правильно, поверьте, производители навигационного оборудования сами бы так делали. Но это отдельная тема. Как пояснила разработчик, эта шняга была сделана под давлением пользователей. В целом, интерфейс сделан хорошо. О, чуть не забыл. Также добавлена фича калибровка компаса непосредственно через эхолот Лоуренс. Ну, годно. Теперь насчет того, что этот компас нельзя купить в магазине. Несмотря на то, что Николай показался мне хорошим душевным парнем, это не меняет моей позиции. Хороший парень – это еще не профессия. К тому же, это он со мной такой. Но откуда я знаю, будет ли он таким же приветливым и с вами? Особенно в спорных ситуациях. Кроме того, даже если продавец согласился поменять товар в случае брака или нестабильной работы, он не сможет поменять его вам сразу. Как упоминалось ранее, у него их просто нет в наличии. И вы уже прождали пару месяцев в ожидании. А тут еще и это. Более того, повторюсь, как и в первом случае с Сириусом, очень плохая идея делать заказы на наличном уровне из-под полы. Даже если человек наилучший в мире. И вот прям порядочный. Но. А если человек заболел? Да мало ли что у него там может случиться. Насколько отодвинутся сроки? Где гарантия того, что вы не проскочите сезон? Зависеть в наше время вот от такой херни, извините, себя не уважать. Николай, прости. Как и обещал, все по чесноку. Ничего личного. Кстати, вот этот вот кабель прямого подключения к эхолоту, если я не ошибаюсь, тоже колен. Какой, черт возьми, круглый этот шарик. Теперь посмотрим на FixPoint. Производство Беларусь. И не забываем, что Россия состоит в союзном государстве с Белоруссией. То есть это тоже наш производитель. Этот компас можно без труда купить в магазине. И тут обращаю ваше внимание, как обычно, имеется куча мошенников. Поэтому приобретайте компас только в проверенных магазинах. Например, Александр Ховрина. Также у FixPoint имеется очень серьезная сервисная поддержка. Тут я абсолютно спокоен. Но для справедливости я связался и с этим производителем. Выслушав меня, у них не возникло и тени сомнений в том, что они победят. Поржали, конечно, над конкурентами. Ну да ладно. Давайте посмотрим, на чем основаны их амбиции и самоуверенность. У меня в наличии сразу две модели. FixPoint 360 и FixPoint GPS. Чуть ниже поясню, в чем их различие. У каждой модели имеется две версии. Первая, так называемая Light PWH с прямым подключением к эхолоту. У меня как раз такие. Вторая версия с классическим подключением в сети NMEA 2000. Компас имеет вот такой компактный, очень красивый дизайн. Гляньте, он меньше, чем Point 1. Толстостенный корпус, отлит из пластика по характеристикам, близким к КБС. Но более термостойкий. Они так и не признались, какой именно пластик используют. Типа это секретная информация. Очень крепкий корпус, в отличие от Point 1 и того же Вектора. На нем танцевать можно. Электроника наглухо залита влагостойким компаундом. Поэтому риски возникновения конденсата или попадания воды практически отсутствуют. Тут у нас сертифицированный кабель сети выполнен очень хорошо. И тут у меня сразу же несколько замечаний. Кабель питания у версии LightPVH выходит не из кабеля сети или разъема, что было бы куда удобнее, а непосредственно из шайбы. Мне, как потребителю, хотелось бы видеть модель, у которой и шнур соответствует стандартам, и вход питания организован в более удобном месте. Еще один момент, на который обратил мое внимание один из запрошенных. При размещении на плоскости у компаса отсутствует вариативность вывода кабеля. Вот еще что. У фикс-пойнта имеется световая индикация. И в темное время суток она великолепна. Не отвлекает, не слепит. Однако в светлое время разглядеть светодиод не представляется возможным. Что-то тут недоработано. И мне бы, как потребителю, хотелось и днем видеть индикацию, и отключать, и регулировать яркость через веб-интерфейс. Ну, ладно. Итак, давайте теперь его вскроем. А не нужно. Парни настолько уверены в своем продукте, что сами прислали мне образец платы. Чтобы я не мучился со вскрытием. Вы только гляньте, какая красота. Обратите внимание, что кроссплата куда компактнее и более аккуратно выполнена, чем на Point 1. То есть задействованы производственные мощности классом не ниже, чем у Лоуренса. Мое почтение. Наблюдаем полноценную антенну GPS-приемника. Компас имеет 32-битный двухъядерный ARM-процессор. Так, управление настройками выполняется с любого устройства, имеющие Wi-Fi и браузер. Смартфон, ноутбук, автомобильный навигатор, да хоть телевизор. Посмотрим. И первое, что бросается в глаза, это возможность выбора приемника GPS в качестве основного источника. Что это означает? Что для связки с эхолотами Лоуренс и Симрот можно сэкономить и приобрести более доступную версию Fixpoint 360. Так как имеется возможность использовать GPS-приемник головного устройства и программно корректировать его виртуальное расположение в лодке относительно датчика эхолота. Только такие фокусы не пройдут, если у вас, например, кабинник или эхолот расположен в месте слабого приема спутников. Также облегченная версия Fixpoint 360 не подходит для эхолотов Garmin и Hummingbird. Повторю, для гарминов и Hummingbird необходимо использовать строго Fixpoint GPS. Итак, самое вкусное – режим 360. Для тех, кто не знает, о чем идет речь, это новое модное направление, когда на эхолотах Лоуренс используют датчик бокового сканирования на манер радара, чтобы получить структурную карту вокруг судна или лунки. Для этого вращают судно или используют специальный ротатор. Fixpoint – это первый промышленный компас, имеющий функцию 360. В чем суть? Дело в том, что при разворотах на малых скоростях структурная карта смазывается, так как линия курса не просчитывается эхолотом в полной мере. И чтобы этого избежать, и нужна функция 360. Компас обманывает эхолот, склеивая направление судна с линии курса. Также можно установить скорость, ниже которой начинает срабатывать эта функция. Обратите внимание, что функция GPS Plus в векторе совсем не то же самое, а имеет совершенно противоположный смысл. У вектора устанавливается скорость, при превышении которой совмещается направление и курс, что совсем неправильно, а в некоторых случаях и опасно. Далее. Два вида калибровки. Калибровка на судне и при необходимости калибровка в руках. Кстати, у меня есть еще один экземпляр этого компаса. Это новая модель, которая поступит в продажу. У нее немножечко отличается дизайн и литье пластика. На этом компасе уже установлена альфа-прошивка, в которой присутствует калибровка компаса через эхолот Лоуренс. В ближайшее время с обновлениями эта функция появится и на предыдущих моделях. Коррекция компаса. То есть компас можно установить не только по оси судна, но и под любым произвольным углом. Легко меняются прошивки. Команда Fixpoint постоянно работает над улучшением своей продукции. И с выходом новинок у производителей эхолотов и электромоторов вносят соответствующие поправки в прошивки. Кстати, софт Fixpoint пишут... А в прошивку пишут фиксики. Нет, не фиксики. Пишут профессионалы сразу на языке C++. По умолчанию Wi-Fi работает первые 15 минут после включения компаса, что можно изменить. То есть при отключении модуля Wi-Fi исключается возникновение гипотетических помех. Есть еще один момент. По заявлению разработчика, этот компас может работать с автопилотами не только на базе электромоторов, но и на серьезных взрослых на базе маршевых двигателей, заменяя собой дорогущий Precision 9. Но у меня такого нет в наличии, проверить не смогу. А вот автопилот на базе Моторгайда найдется. Между прочим, допускается установка компаса не только на горизонтальных поверхностях, а фактически на любых уклонах. Компас автоматически определяет наклон и скорректирует показания. Чуть не забыл, у Fixpoint прекрасная инструкция, которая легко запускается и на эхолоте. Достаточно предварительно на всякий случай закинуть инструкцию на флешку с картой, и мануал у вас всегда под рукой. На данную минуту лично для меня определенно лидером этого топа является Fixpoint, хотя и есть пока что какие-то сомнения. Ну и, наверное, перед тем, как перейти к дальнейшим тестам уже на воде, исключим из гонки StandyCast, так как очевидно, он не имеет функционала, который способен конкурировать вот с этой троицей. Итак, мы в Долгопрудном, яхт-клуб «Водник». Пытаемся всеми возможными способами протестировать компасы. В первую очередь хочется проверить, как испытуемые будут работать с автопилотами на базе Lawrence HDS Pro и электромотором MotorGuide. Обратите внимание, во время теста мы использовали новую флешку сразу с двумя картами – C-Map и Navionics. Офигенная штука! Особенно это заинтересует владельцев эхолотов с одним гнездом под флешку, например, Lawrence Elite FS. Приобрести такую двойную карту можно в магазине Александр Ховрина. Поехали дальше. Как работает Point 1 мы неоднократно наблюдали ранее. Кстати, прямо мега-точностью автопилот с Point 1 не обладает. Ну, давайте посмотрим, какие результаты он покажет с FixPoint и Vector. К сожалению, пока мы придумывали стратегию тестов, успели не только до чертиков замерзнуть, но, как назло, у нас засбоил моторчик. Хорошо, что на территории яхт-клуба «Водник» расположена мастерская наших друзей «Руботс». Парни вызвались нам помочь, а пока лодка в ремонте, чтобы не терять время, мы решили продолжить тесты на суше и даже повысить точность. Разработали сверхтехнологичный передвижной стенд. Обратите внимание, тесты проводим в максимально тяжелых условиях. В промзонах под нами на небольшой глубине пролегает линия метрополитена, а в 20 метрах проходит железная дорога, по которой постоянно бегают электропоезда. Подключаем автоконфигурирование сети, выбираем в качестве источника GPS-приемника FixPoint и калибруем. FixPoint великолепно калибруется. Начинаем вращение на месте. Карта мгновенно откликается, не путается направление. Позиционирование достаточно точное. Теперь проверим точность. Отмечаем координаты стульчиком, выравниваемся по нему и выставляем на эхолоте точку. Отдаляемся и начинаем возвращаться в исходную точку. Обратите внимание на экран. Масштаб 5 метров. Гениально! Погрешность практически отсутствует даже в таких жестких условиях. Великолепно! Теперь очередь вектора. Автоконфигурирование сети. Выбираем в качестве источника GPS-приемника вектор. И мы в Африке. Чего? Ладно. Выбираем источником сам эхолот. Нормально. Люберцы. Хм. Снова выбираем вектор. Африка. Попробуем откалибровать. Калибровка прошла успешно. Наконец-то видим люберцы. Начинаем вращение. Это мне так кажется? Или карта все-таки подергивается? Пробуем повторить тест на точность. Ставим точку. Отдаляемся. Ну, такое себе. Настала очередь поинт-один. И тут облом. Так как сколько бы я ни бегал, этого радиуса было недостаточно. Дело в том, что радиус круга для калибровки Лоренс фикс-поинт-один должен быть раза в два-три больше. В общем, успешной калибровки достичь так и не удалось. Вращаем. Проверяем точность постановки на точку. Ставим точку. Отдаляемся. Ну, точность, хотя и уступает фикс-поинту, но не могу сказать, что прям критично. Теперь давайте проверим, как будут работать компасы с эхолотами Гармин второго поколения. Подключаем поинт-один, выбираем его в качестве источника. Гармин капризничает, постоянно теряет связь с космосом, в общем, не дружат они. Теперь очередь вектора. Подключаем. Выбираем вектор в качестве источника. Наблюдаем торможение. Я подхожу на точку, а лодка на карте продолжает движение. Вот, остановилась. И проверяем фикс-поинт. Выбираем фикс в качестве источника. Инертность практически отсутствует. Как родной. Изначально ролик получился аж на два часа. Но, блин, вот сейчас с пневмонией и высокой температурой перезаписываю финалочку. Давайте пожалеем друг друга. Урежем по максимуму все лишнее. И без того получился аж полный метр. Далее лишь кратко пробежимся по тестам, которые я посчитал второстепенными. Были отсняты тесты на помехоподавление компасов. Но так как все участники показали одинаково отрицательный результат, то и смысла демонстрировать их нет. Надеюсь, конкуренция и гонка за лидерство на рынке однажды родит нам продукт, устойчивый практически к любым электромагнитным помехам, например, путем фильтрации в программном обеспечении. Также был проведен тест с имитацией максимального разогрева компаса на палубе под астраханским солнцем. С резким остыванием при попадании воды от волны или поливки палубы душем. То есть, когда материалы компаса и внутренняя емкость устройства под действием нагрева максимально расширяются, а затем при резком остывании сжимаются. Если герметичность слабая, имеется высокая вероятность попадания влаги в устройство. Как видим, вектор нахлебался воды. Но если я проводил опыт и знал, чего ожидать, то пользователь точно не заметит этого. В итоге компас сгниет. То есть, корпус вектора не предназначен для условий с резким контрастирующим перепадом температуры в десятки градусов. Что для оборудования рыболовов должно быть как само собой. А вот корпус фикс-пойнта выдержал. Разработчики рассказывали мне о том, что они жестко издеваются над своими издельями. Часами жарят в духовке, опускают на какую-то немыслимую глубину, кидают с высоких этажей. Честно признаюсь, думал, чешут по ушам, уж больно как-то нереально это звучало. Но нет, оказалось правда, даже удивительно. Это на самом деле был очень сложный материал. Работа заняла два с половиной месяца. Надеюсь, все представленные тесты были максимально прозрачны и понятны. Напомню, вы всегда можете поддержать канал донатом по ссылке в описании. Итак, вектор как разработка весьма перспективный. Возможно, мы еще увидим, как этот проект от рабочих прототипов перейдет в стадию рабочего производства. А пока на данный момент вектор всех моделей в совокупности создано порядка четырех сотен. Что ж, пожелаем Николаю искренне удачи. А фикс-пойнт на сегодняшний день является очевидным лидером. Только не спрашивайте меня о ценах. Я не продажник. У меня нет вообще никакой заинтересованности, сколько, чего и как будет продано. Это не реклама. Я такой же рыболов, как и вы. Мне самому было интересно, какой компас на сегодняшний день лучший. Я лишь слышал о том, что фикс-пойнт имеет ценник ниже, чем поинт один. Но, как мы с вами убедились, по характеристикам и качеству он превосходит на сегодняшний день всех своих конкурентов. В общем, провозглашаю королем всех компасов фикс-пойнт. Да здравствует король! А теперь подписываемся, ставим лайк и помните, гадя Боба плохому не научит. Пока!